всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра я начну свой влог с того что покажу две покупки одна была супер удачная вторая не очень но я нашла и применение для начала хочу показать вот такую вот раскраску называется модница я ее приобрела в продуктовом магазине верный и стоила она 59 рублей там продаются общем-то детские раскраски и совсем совсем детские в общем-то те которые могут подойти для взрослых в этой серии было представлено три раскраски модница невеста и принцесса ну принцесса мне найти так средненько там неплохие иллюстрации но в целом точно такое же у меня где-то еще есть поэтому ничего необычного я брать не стала потому что ну как бы я не могу сказать что я раскраски не коллекционирую но скажем я коллекционирую то что мне нравится не все подряд что касается раскраски невеста то ну во первых мне не совсем близко тематика а во вторых там ну мне совсем не понравились иллюстрации точнее в целом очень даже неплохо и даже подойдет для взрослого человека я бы даже сказала скорее для взрослого там можно очень красиво раскрасить умея особенно лица там красить так далее но мне не понравилось как вы знаете не закончена то есть фон там как-то я не я не знаю что то мне кажется нужно либо дорисовать либо еще придумать не знаю а вот модница мне максимально понравилось мы обязательно с вами полистаем в отдельном видео она выйдет вот сейчас хобби влог выйдет и после сразу следом выйдет полистушка на эту раскраску так что кому интересно то посмотрите но суть в том что здесь даже написано мода какой век но и так далее и здесь все идеально здесь ну как видите да здесь такие иллюстрации которые реально подойдут для раскрашивания взрослому человеку то есть даже ребенку может быть ну смотря в каком возрасте конечно но так сложновато и здесь вот вся страница как правило до задействовано что очень хорошо ну а бумага она я не знаю белая но не совсем такая гладкая относительно плотненькая но я думаю что в принципе проблем каких-то не будет тем более что вряд ли здесь требуется фломастер и конечно если использовать фломастеры каждый день скорее всего они не протекут но и наверное что-нибудь типа центропена ках и нора вот но я думаю что здесь все таки скорее карандаши или акварель и если детскую использовать опять же я думаю ничего такого не произойдет в общем мы ее обязательно полистаем сегодня я ее начну начну я вот с этой иллюстрации но это чуть позже сейчас я покажу еще одну покупку она была сделана фикс прайс за 55 рублей взяла набор из двух корректоров мне понравилось обводить такими корректорами контуры в раскрасках но и делать всякие точки но до этого я приобретала ручку корректор фикс прайс но в другом я брала берлинга там именно по штучно 2750 стоил корректор то есть принципе здесь тоже 2750 получается каждый да ну да где где-то так но если вот этот корректор просто идеален нет ну конечно чтобы провести там вот прям линию до нужно как-то приноровиться но дело в том что эта ручка не растекается до безобразия и она подходит под контура а вот эти вот это конечно кошмар сейчас я возьму листок бумаги покажу но думаю кто-то уже сталкивался с этим потому что мы с подружкой гуляем с которого но выгуливаем собак и я рассказываю на год да вот покупала и за ними то такая вот ерунда но я нашла им применение все равно какие-то большие вот эти кружочки точки нужно обводить особенно когда мухоморы раскрашиваешь тому подобное и в принципе такой эффект даже неплохо но в целом вот например контур обвести это еще надо постараться так я уже взяла бумагу правда вот за этим корректором нужно все равно будет идти фикс прайс потому в тот дальний потому что он у меня по всей вероятности уже заканчивается уж я его использую прям так хорошо вот здесь вот во первых вот этот его даже не обязательно вот так встряхивать эти корректоры встряхивать обязательно потому что и причем нужно тщательно это делать проблема в том что иногда оттуда может просто жидкость политься прозрачная ну и вот видите что творится ну как это ну то есть вот даже если едва едва нажимать то в общем проблемка и другой сейчас тоже следует стряхну так а с ним что но с ним тоже самое вот он видите но зато большие пятнышки можно вот такие делать поэтому конечно в раскрасках все это пригодится выброшено не будет но я честно скажу вот не недовольна качеством придется брать еще берлинга потому что здесь вот уже я подозреваю что на донышке потому что стряхивая не стряхивая вот видите не сразу то есть надо много-много раз нажать а ну вот еще можно вот так же на него ну-ка посмотрим ну да все там еще есть но мне кажется что там заканчивается к сожалению поэтому да вот но вот видите здесь не так обильно все вытекает и у берлинга все-таки качество довольно таки неплохое поэтому может быть завтра схожу приобрету у нас же было фикс прайс то что сначала закрыли 28 29 вам 30 все полки закрыли с канцелярии а потом открыли но это вот в ближайшем магазине я не знаю что в дальнем сложно сказать потому что дальний магазин он просто суперский но они прям очень боятся всегда все правила соблюдают потому что ну как бы ну там и порядок идеальный там все ценники на месте там обслуживание хорошая чистота порядок большой выбор поэтому да я не знаю что там будет хотелось бы конечно верить что и там все открыли потому что на выручку то они по факту теряют это же не продуктовый магазин и по идее так ну в общем давайте тогда я пораскрашиваю на камеру эту раскраску и красить я ее буду преимущественно мэджиками я достала все которые у меня есть это набор фикс прайс мэджики очень хороший как вы знаете набор ках и норов ских мэджиков и вот этот вот музей ван гог амстердам но это тоже как мне сказали в принципе тот же самый кахан каханур я их все сейчас заточила я тут брала ваша не вот такую точилку и здесь в принципе нормально можно точить ну знаете фикс прайсовский они вообще без проблем точится и это тоже нормально а вот эти кахануров ски они все равно здесь она так проблематично но все-таки это максимально нормальная точилка для этих карандашей потому что вот здесь вот мэджик из фикс прайса можно и здесь поточить принципе и даже здесь вот с этими проблемка и у меня еще вот такая точилка я точу брутфунеры квадратные не идеал но неплохо в принципе я посмотрю вот это вот уже затупилась в общем то поэтому поэтому скорее всего может быть ее даже уже и буду выбрасывать мы посмотрим я полюбила начинать новые раскраски здесь мне вообще интересно что получится потому что ну как вы видите я начала сразу с мэджика именно коричневого как я люблю потому что именно с этим карандашом прям все преображается сразу иллюстрация она оживает но здесь еще интересно тем что все-таки в большинстве случаев будет использоваться ну все мэджики я правда планирую но понятно на кожу другой из другого набора но наверное derwent water color может быть вот на двери то что вот это все тут металлическая будет берлинга металлики ну фон сухая пастель а так-то все мэджики и очень интересен вообще результат потому что тема мне близка вот этот стиль не но я не ношу брюки клеш уже очень давно хотя сейчас даже вроде как многие ходят но мне сейчас это не как сказать вот такой вроде как стиль мне близок но если раньше я так могла ходить то сейчас как-то я больше предпочитаю спортивные костюмы вот но раскрашиваю с огромным удовольствием видите как тоже джинсы легко им раскрашивать ну и вообще история костюма когда-то я очень хорошо знала историю костюма потому что ну и по моей основной профессии приходилось изучать по балетной в любом случае у нас это обязательным был предметом история костюма и театральный костюм и все дела и по своей не основной профессии потому что я с детства училась шить мне это нравилось и потом впоследствии было дело что даже на заказ театральные костюмы шила вот и даже обувь но просто мне было интересно то есть надобности в этом какой-то не было но мне было интересно вот особенно было интересно что мне доверяли и в общем то я могла и сама придумать костюм и это было очень здорово сны я так и делала но вот сейчас я как-то ловлю себя на том что историю костюма надо в памяти оживить иллюстрацию яда раскрашивала и уже даже наклейку здесь сделала стикер так сейчас покажу что получилось а получилось у меня вот такая иллюстрация мне очень понравилось здесь раскрашивать и вообще порадовала что даже получилось всю иллюстрацию но почти всю раскрасить мэджиками ну то есть я только фон делала сухой пастелью хотя у меня сейчас да я еще немножко доработала вот здесь черным карандашом вот здесь вот ну где это было необходимо и derwent watercolor это в качестве кожи все остальное сделано именно мэджиками что порадовало хотя мне кое-что еще захотелось доработать но это я уже доделаю за кадром и в конце месяца вам покажу хотя может быть и не буду потому что в принципе сейчас присматриваюсь фон он как бы вполне да может быть и не стоит или может быть совсем совсем чуть-чуть где-то доработать да нет наверное не стоит потому что можно что-то испортить а на деле получился фон вот нормально в общем как я уже сказала с удовольствием раскрашивала потому что но и иллюстрация классная тема мне близко и ну вообще не знаю приятно было красить показываю правда уже на следующий день вчера я не нашла время чтоб просто влог завершить да и вчера же я там пока монтировала разные видео чтоб не терять время я продолжила с от времени далее сок так как ну я уже говорила хочу желательно по ее закончить за год и пусть я уже даже и смелилась с тем что я ее не закончу но многое тут раскрашено и еще довольно много времени впереди и можно еще что-то пораскрашивать так минутку ты я не то открыла где же она у меня разваливается и пока я ее не склеиваю чтобы вот нормально здесь все прокрашивать сейчас да странные иногда иллюстрации особенно утром вроде и выспалась и все и в тот же момент мне сейчас показалось что иллюстрация тут кверх ногами в общем вчера я вот это раскрасила ну потому что знаете если всегда ждать когда допустим буду видео снимать то раскраска будет продвигаться крайне медленно поэтому я решила что что-то буду делать за кадром все равно поскольку это типа как у меня челлендж я в любом случае результат частенько показываю непосредственно видео поэтому ничего страшного так что вот показываю соответственно фон фон здесь будет такой же как и на этой страничке мне в принципе понравилось как она получилась сделаю его тоже скорее всего в данном случае за кадром потому что сейчас я вчера далеко не все смонтировала потому что видео снимала много лайф влогов тому подобного и нужно в общем все это смонтировать освободить два телефона загрузить подписать ну и как раз в это время я смогу при спокойненько что-то здесь раскрасить потом в каком-то из влогов покажу результат что-то здесь еще начну в общем чтобы раскраска продвигалась не над а так на самом деле здесь достаточно много раскрашено ну а это видео буду завершать если она вам понравилась ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео заходите в инстаграм 3 7 рыжие 3 8 я благодарю вас за просмотр желаю здоровья хорошего настроения вдохновение во всем и в раскрашивание в том числе и уюта теплой осени даже если у вас за окном холодно у нас вот например сегодня туман я утром встала и даже спросу не не поняла что такое а потом смотрю вообще в окно ничего не видно вот от слова совсем даже наверное сейчас попробую показать сейчас уже у нас светло но туман сохранился собственно вот так вот у нас за окном то есть не видно ничего практически то есть то что вы видите это вблизи вот небо вообще жесть это очень странно и ну знаете вот сейчас еще на это смотреть более менее ничего но как бы когда я встала я люблю вот это раннее утро когда еще темно и город просыпается там все такое но сегодня было очень неприятно и неуютно ну а я еще раз желаю вам всего самого наилучшего до скорой встречи пока пока